Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Попал в эмоциональную зависимость от женщины, как из этого выбраться, мешает это всему, работа не идёт, будет хромать, я ей не нужен, в то же время не отпускать. Как быть? Эмоциональная зависимость базируется на ряде попытностей и на ряде, скажем так, состояний. То есть, ну, в данном случае можно говорить о том, что вы оказались в этом состоянии, да, в состоянии эмоциональной зависимости от женщины совершенно не просто так. Оказались вы, потому что, ну, вот, люди к этому уже предрасположены. То есть важно именно, вот, понимать, что эта ситуация не является закрытой, не является изолированной. Вот, эта ситуация является результатом, я бы сказал, да. Она является результатом вашего некоторого предыдущего опыта, который вы уже имеете, который вы уже имели до того, как встретили с человеком. Вот, и соответственно, наша задача заключается в том, чтобы понять, например, откуда, каким, допустим, вы пришли, ну, в отношении. То есть именно, вот, именно такая, ну, последовательная. Вот. Вот. То есть каким, каким я пришел в отношении. Что меня волновало, волновало, когда я пришел в эти отношения. Что меня беспокоило, когда я пришел в эти отношения. Женщина, которую вы описываете, да. Вот. Вот. Это женщина. Она для вас чем-то важна и значима. Вы говорите, что у вас страдает работа. Вы говорите, что у вас страдает, собственно, быт, как вы говорите. Но разве это не означает в таком случае, что быт и работа вам не слишком интересны? Что вы довольно легко, получается, готовы от этого отказаться. Собственно, фактически, фактически, вы, на мой взгляд, от этого-то и отказываетесь, когда позволяете ему хамать. Не в смысле того, что вы обязательно виноваты в этой ситуации. Нет. Не в смысле этого. А в смысле, что это, условно говоря, происходит. Фактически. Фактически это происходит. Вот. То есть фактически происходит то, что вы признаете, допускаете, что будет вам неинтересно, работа вам неинтересна. А появилась женщина? Я бы, наверное, уточнил и сказал, что появился человек, который сделал вашу жизнь в общем и целом более яркой. Скорее всего. Понимаете, да? То есть до нее у вас не было эмоций таких, которые вы испытали или испытываете с этой женщиной. Вот. То есть вы фактически чувствуете определенное состояние. И тяготеете вы к этому состоянию. С этой женщиной. Вот. Я допускаю, что возможно. Да? Как бы. Возможно, вы ее не любите. Возможно. Я не уверен, я не знаю наверняка. Возможно, у вас нет к ней таких вот чувств, прям вот, ну, таких серьезных. Вот. Но есть потребности в ней. И вот для начала надо постараться увидеть, постараться увидеть то, например, что это за потребность. Вот. Вот. Да, как бы. То есть вот. Если. А если это потребность? Да, да, например. Если это потребность. То потребность в чем, допустим. Отношение. В чем вы не знаете? Что она вам дает? Если это отношение к ней какое-то, допустим, то что это за отношение? Как вы ее видите? Как вы ее видите? Как вы ее воспринимаете? Вот. И дальше уже нужно смотреть, что будет, если ее не будет в вашей жизни. Вот. Ну, ключевой момент заключается в том, что сейчас для вас, судя по всему, нет ничего более интересного в вашей жизни, чем она. Вот. Понимаете? То есть себе сами в этом смысле вы не интересны. Ваша жизнь вам не интересна. До встречи с ней вам ваша жизнь, вероятно, казалась такой вот несколько пустоватой. Вот. И все. Мне лично видится ситуация вот такой. И да, конечно, конечно, это требует психотерапии. Несомненно. Несомненно. Психотерапия вам нужна. Да? Вот. Потому что, ну, из эмоциональной зависимости люди вот самостоятельно не выходят. Точнее, это очень сложно сделать. Самостоятельно выйти из эмоциональной зависимости. Вот. И если она уже как-то вот наступила, да, если она уже как-то вот себя, скажем так, ну, начала проявлять, да. Вот такой момент я хотел бы вам сейчас озвучить. С точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии и так далее. Вот. Обратите внимание, да, вот вы пишите, я ей не нужен, и в то же время не отпускаем. То есть здесь вы говорите про что? Здесь вы говорите про то, что вы, ну, сами вы, в этой ситуации ничего не решаете. Как будто бы. Вот. То есть вы сами не отвечаете за то, что в вашей жизни происходит. Вот. Судя по тому, что вы описываете, судя по тому, что вы говорите. Вот. Вот. Как-то так. То есть да, она вас напускает, потому что, ну, вероятно, ей как раз с вами хорошо. Зачем ей вас отпускать, да, как бы. Ну, то есть вот для чего, для чего ей вас отпускать. Вот. 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 Зачем? Поэтому она ее не отпускает вас. Вот. Вот. Вместо этого она, пользуется тем, что вы, вот, готовый, готовый ей давать. Ну, туда бы мне предложить, понимаете, какая штука. Вот, ну, а вы можете, как бы, ну, ждать, вы можете ждать, когда она вас опустит, а вот, ну, то есть вот, как-то ждёт, что... и... 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 ничего не решить. Поэтому вы сами чего хотите. и... 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 Вот, так вы решили, например, или вы решили, что вообще-то вам по пути, просто вот что-то не сложилось. Подумайте, это очень важный момент, если у вас, скажем так, есть надежда, вот, если у вас есть надежда именно. Что я бы сказал, конечно, вот, в таком случае, что есть большая вероятность, что, ну, что вы будете останаться в этом. То есть, ну, вы можете просто пребывать в этом сколь угодно долго. Понимаете, да? Ну, в этом всё. Пожалуй. Я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Но, на последок я бы хотел сказать, что человек становится зависимым не случайно, а когда у него либо какой-то конфликт, внутренний, либо человек чувствует себя, что называется, неполным. вот. А вы можете сказать, что это одно и то же. И, вероятно, вы в этом смысле будете правы. говорить о том, что это одно и то же. Но, с самим человеком, то есть, вот, вами, например, это может, конечно же, остаться по-разному. Именно поэтому я и говорю о том, что очень важно, на мой взгляд, то, каким вы пришли. Ну, вот. Ну, в отношениях. Потому что то, каким вы пришли, определяет какой вы официал. И каким вы будете, когда выйдете из этого. И, в общем и целом, куда пойдете. Ну, вот. Потому что выходить, конечно, хорошо, но будем честны, если выходить особо некуда, например. Так, если вы не видите, вот. какого-то смысла в том, что делаете, вот, то и оставаться не будете, и оставаться, ну, будете хотеть продолжать оставаться в этом стоянии. Вот. То есть, необходимо, на мой взгляд, вам сделать следующее, здесь. Посмотреть на вторичную выгоду. Вот. Какая у вас есть вторичная выгода? Какая выгода у вас? Какая выгода у вас? Какая выгода у вас? Это не из двоих предметов. От того, что вы в этой ситуации получаете, что вы для себя получаете, от этого зависит, в общем и целом, то как вы будете себя вести. И, на мой взгляд, от этого зависит, в том числе, и то, насколько вы будете, условно говоря, сопротивляться, насколько активны будут у вас механизмы психологической защиты. Вот. Понимаете, да? Поэтому все эти вещи нужно, на мой взгляд, осмотреть, поисследовать претичьи, вас оттуда выводить. Вот. То есть прыжок, вот, прыжок бы никуда, да? Вот. Это не лучшая история. Все-таки я уверен, что вам бы хотелось куда-то идти. Вот. Ну, вполне возможно, что... Речь идет именно о каком-то вот глобальном... глобальной потере... Ну, смысла своей жизни. Вот. К сожалению. Ну, тут, как бы, в этом смысле, опять же, психолог, да, может вам помочь и... сможет... найти... пути... решения. То есть вот... поможет вам найти пути решения... для того, чтобы вы смогли по жизни двигаться вперед. Я хочу пожелать вам удачи, хочу пожелать вам всего самого доброго. Вы большой молодец, что написал о своей проблеме. Вот. Теперь осталось сделать следующий шаг. Вот. Ну и буду вам благодарен за обратную связь. А по моему ответу это, вот, это позволит вам начать над собой работу, сформулировать базовые... базовые постулаты для психотерапии, то есть, ну, основные направления, куда вы хотите двигаться, в этом смысле. Вот. И, соответственно, вам будет оказана помощь. Всего вам самого доброго. Обращайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok